Если можно, теперь следующий пункт. О катастрофическом дефиците оружия, боеприпасов и людей на фронте. Что мобилизация, мол, сорвана, что желающих воевать добровольцев уже давно нет, но и что, мол, нынешние военкоматы не справляются, потому что они парализованы увольнением за коррупцию глав ТЦК. В то же время желающих на замену нет вообще, потому что, мол, значит, как только тебя назначают главой ТЦК, это как будто бы ты себе табличку вешаешь на грудь «коррупционер». Ну, вот так это написано в статье журнала «Тайм». Там говорят, что ТЦК парализованы, мобилизация остановлена, и вот ни людей, ни боеприпасов сейчас на фронте нет. Ну, давайте тоже с военной стороны расскажу. Есть такой хороший старый военный анекдот, когда в полугодовую проверку у командира подразделения находят очень много замечаний на пожарном щите. А на годовую проверку через полгода, а командир принимает решение выбросьте пожарный щит, и есть всего лишь одно замечание – нет пожарного щита. То есть, примерно вот с такой точки зрения можно и обращать внимание на этот вопрос. Ну, нет этих проблем, если бы у нас не было вообще системы призыва как таковой. То есть, это старая советская система, которая перешла к нам в наследство от Советского Союза. Она абсолютно не нужна, причем ее можно демонтировать и очень быстро. Дело в том, что у нас уже запустилась параллельная система тех так называемых рекрутинговых центров в каждой бригаде. Ну, практически в каждой бригаде есть рекрутинговые центры, которые, в конце концов, принимают к себе бригаду бойцов будущих. Но им приходится использовать все равно систему именно ПЦК, военкоматов, как угодно. Это же те же военкоматы, только названные по-другому. Потому что те же продукты по 17 гривен, только в профиль. Это тоже военный подход к объяснению. То есть, ее не должно быть вообще. А вот запущена должна быть именно система рекрутинговая, правильная, грамотная система, когда комбриги и надштаба, комбриги, надштаба и система, вернее, центры рекрутинговые принимают на обучение и дальше ставят в строй военнослужащего. Вот туда надо переходить. А на этот переходный период, допустим, нужно просто выполнить одну задачу. Снять спецучет с Министерства внутренних дел, с правоохранительных органов и привлечь где-то по 30-30% сотрудников. Они мотивированные, все мотивированные, профпригодные, все с оружием. То есть, прекрасно понимают, что такое приказ и как выполнять приказы. И запустить на момент запуска основной системы рекрутинговой. Это вот, это такой карусель, через которую провести всю правоохранительную систему Украины. Это сотни тысяч человек. Они бы сейчас, во-первых, заместили наших ребят на фронте, которые уже полтора года воюют, подустали, мягко так скажу, подустали, потому что полтора года боев это очень много. Потому есть такая возможность и в таком режиме ротации, во-первых, очистится сама система правоохранительная. Ну и будет больше доверия людям, у которых УБД, участники боевых действий, которые потом будут выполнять задачи правоохранительной деятельности внутри страны. Вот так надо правильно и грамотно подходить. Панер Манер, я хотел бы уточнить вот такой момент. На самом-то деле, вот это вот предложение от вас я слышу уже не первый раз. И можно сказать, ну, наверное, даже уже не первый месяц. Слышат ли вас, обсуждаете ли вы между собой в своей среде? Слышат ли вас, обращались ли вы к украинскому руководству на высшие какие-то уровни? Доносили ли вы свое вот это видение, как разрулить эту ситуацию? И какова была или ее не была, может быть, реакция на ваши предложения от властей? А зачем ее доносить до властей, если наш с вами контент однозначно мониторят определенные спецслужбы, которые потом доносят до властей весь такой правильный, грамотный выжимку, так сказать? Они нас слушают, потому мы до них-то и достукиваемся с вами вместе, обсуждают эти вопросы. Вопрос то, что они обсуждают, точно обсуждают. Кто противник такого рода действия? Министерство внутренних дел. Это весь главк будет однозначно противником, потому что они все-таки держат под этим куполом спецучета, ну, не одну сотню тысяч человек. Потому здесь вопрос именно в этом. Оптимальный вариант, как этот вопрос решить без проблем. Есть у нас служба безопасности Украины, генерал Малю, который ее возглавляет. Он возглавляет. Ставить его министром внутренних дел, он зачистит МВД изнутри с помощью контрразведки, переведя ее. Контриков СБУ завести в систему безопасности, есть так называемая внутренняя безопасность, ВБшка в Министерстве внутренних дел. Изнутри зачистит от Мамонов, помните Мамона, который навел ракету? Мамонов, которые навели ракету на грозу. Это тоже из этой системы. Зачистит от них и запустит систему ликвидации МВД под задачи наших партнеров при вступлении в Евросоюз. Они нам не дадут с такой системой, с таким монстром зайти в Евросоюз, потому здесь вот как раз есть такой момент. И запустится эта система изнутри, ротация, сняв спецучет, ротация через вооруженные силы Украины. Это все делается, все это проговаривается. Вопрос, когда это будет проводиться, заставит ситуацию это сделать. Если она действительно заставит, если есть такая необходимость в привлечении мотивированных и профпригодных на данный момент, так я вам показываю, где несколько сот тысяч готовых бойцов выполнять боевые задачи. Причем я знаю, что они точно их выполнят. В свое время, с 2014-2015 года, организовывали партизанские обряды, батальоны, все на базе МВД. То есть практически половина была полицейских или милицейских, когда как раз переходили с одного на другое. То есть хорошие специалисты, они могут выполнять задачи вооруженных сил Украины. А то, что в статье написано, опять же, с таким негативным некоторым моментом, что все пропало, вот этот режим все пропащит. Вот последние несколько недель в информационном потоке идет вот это все пропало, шеф, гипс снимают, клиент уезжает, шеф, шеф, все пропал. Помните комедии, да. То есть примерно вот из этой серии. Я вам могу сказать, что и даже я вот сейчас понимаю, да, что я попал под это вот влияние, вот этого, да, вот такого все пропальщества. И я благодарен вам, что вы сейчас вернули меня, так сказать, оптимизм, вот развеяв этот мой пессимизм. Опять же. Продолжение следует... Продолжение следует...